Всем привет! Я хотела бы поделиться своей историей о том, как Бог дал меня в себе. Необычный случай, поэтому очень хотелось бы сказать о том, что будущие люди обрели Бога, а те, кто находятся в заблуждении, обрели истину. Ведь истину может быть только одна. Истину не на 7 лет. Но так как я росла на ведущей семье, она делала много ошибок, и Бога пришла только за данным возрастом. После того, как умер Мокрестный, он был человеком ведущим, послужил в прихране, и я так думаю, по его молитвам, после его смерти в моей жизни стали происходить необычные, оперативные события. Однажды у меня заболела колено. Мне врач предложил сделать у меня операцию, но так как это все-таки ноги, я заболелась и отказалась. Решила обретиться с экстрасенсом, подумала, что это более безопасный путь. Ушла, она меня полечила, и потом, какое-то время прошло, и потом опять я замернулась. Два раза я вот так не хотела, и потом только поняла, что я вряд раньше стою в Индии, не знаю, если, кстати, в Риме. она упела у меня на руке, на частях какие-то знаки на ладони, и после этого, я так думаю, весы взяли меня в оборот, потому что экстрасенсы, они напрямую связаны с этим невидимым миром весов. Именно весы через них помогают в какое-то время, одно лечит, другое лечит, поэтому ни в коем случае я не прошу, никогда не обращайтесь к экстрасенсам необычно. Она наставила меня работать в специальном химоскопе, я поехала туда, и оказалась совершенно одна в большем городе, а весы назад это только и нужно. Они как раз сейчас выгоняют человека в такие условия, когда он остается надежными, защитными, уверены. Я тогда как раз находилась в такой ситуации, и однажды мне в социальных сетях написали, задали такой вопрос, девушка, вас интересует духовное развитие? И я ответила, что да, интересует, потому что меня всегда с детства интересовало кто я, зачем я живу, на земле, какова вообще цели и смысл моей жизни, читала различные книги, на эту тему психологию, и так далее. После этого начала через интернет слушать отличные лекции, заниматься духовной практикой на практике. Но мне хотелось быстрых результатов, поэтому я очень активно начала этим заниматься, по два часа каждый день, эти практики. и довольно быстро добились результатов, которых хотела. В общем, при помощи этих практик, практики своего желания, вышел астрал. Астрал это невидимый для нас параллельный мир, который тоже существует. Человек обычно его не видит, потому что это ему полезно, потому что там обитают различные духи, ветер. Господь нам дает видеть только то, что полезно для нашей души, для нашего спасения. Когда я вышла в этот астрал, то первое, что я увидела, это было моё спящее тело, из которого вылетает. Я посмотрел фильм в конце вылетает девочка с длинными волосами черными. Точно такая же вылетает для меня. Мне кажется, это был мой персональный вес, потому что у каждого человека с правой стороны у нас и каждого хроника в нашей души, и с с первой стороны и стал вес для нашей победы, если мы его слышим. Она вымела, у меня начала охладивать, веса у меня была нормальная, слава богу, она меня не испугала, но веса не могут любое абсолютно обучие принять и страшное, и нормальное, даже в виде ангелом началась меня хвалить. Где-то неофициально, они либо ругают человека, либо хвалят. Они нас изучают очень хорошо с самого рождения, и знают наши наклонности, тому, какой подход. в этом сказать. Ну, все. После этого я еще несколько раз выходила в астрал, но потом слава богу, послушала научного языка и перестала этим заниматься. Окончательно я перестала заниматься этой практикой, после того, как однажды я в астрал, в комнате, вдруг мое астральное тело меня не послушало, побежала, включила на подоконник и полетела вниз. Я при этом ощутила состояние полета. после этого вспомнила такие случаи, когда вроде бы здоровые нормальные люди выбрасываются из блоков и мафонов. Самое правило, такая вещь, что стирается граница между реальностью и вознаграждением не там. Один раз у меня было, например, такое, что я вышла туда, и мне показалось, что я не в астрале в данный момент нахожусь, а в реальности, что думала, вот, у меня в этот раз не получилось в астрале. Но потом я четко поняла, что в тот момент, когда я так думала, я нахожусь в астрале. и вот этот момент очень опасен. Получается так, что человек может, например, подумать, что в данный момент он находится там, на астрале, а в астрале он будет находиться здесь, реально живы. И он захочет, например, так же спрыгнуть и полететь, потому что в астрале можно там палать, летать, немного и где-то дают. и подумать, что он там и результат понятия. Поэтому ни в коем случае нельзя выходить по астралу, и масса с этими опасными распитами могут быть очень плохими результатами. После этого я оставила эту септу, но выход на астралу мне дал очень важное понимание того, что раз существует вот этот параллельный какой-то мир, где беды, значит существуют и ангелы, и наш создатель бедов, ангелов, и людей, соответственно, есть бог. Поняв это, меня сразу вынесло внутрь. Надо что-то делать, чтобы не попасть в ад. Потому что я четко поняла, что я существует адрес. Значит нужно заниматься какой-то духовной практикой. для меня на тот момент единственной духовной практикой являлась православие, так как в детстве были какие-то светлые моменты, когда в храмы ходили, молитвы утренную вечернюю читали. в детстве в детстве в детстве в детстве и я начала каждую вечеру читать вечерние правила, ежедневно читала читала, но в детстве меня просто не оставили. По сути, кое-что другое, это лекции одного психолога, были интересные лекции для меня на этот момент, я очень много слушала каждый день, конечно, тогда оказалось, что это лекция довольно проведует такое течение, чешноизм, очень распространенная, очень важная сетка. И зашло до того, что я узнала Камахаманду и начала ее повторять уже вместо колокольных моих каждого дня по 2 часа с утра сидела в поле опыта и повторяла эту Махаманду. Один из таких работ, когда я сидела в поле опыта, и не спала ничего, повторяла ее, вдруг у меня возникло такое ощущение, что я делаю что-то не то. Слава Богу, у меня маленькие родные, и скорее всего с моим домом Боже, милость такая была. И в этот момент, когда я так подумала, я лично обратилась к Богу. Боже, я не знаю, сколько, как тебе поклоняться, приведи меня, пожалуйста, к себе, направь меня на истинный путь. И тут же у одних вот такое удивление. Високая гора, на горе крест, а еще большое грязание, красавице, Иисус 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 5lama Напиток упущенной головой 돌아 acts А у него подмужья, живая, маленькая, грустная. Еще мне интересно, как это было показано. Камера сначала показывает лампа, а потом она как-то приедет, боком поворачивается, как в современных фильмах делается, и уже все скротно и показано. И лампа очень темная была, черная, коричневая, оранжевая, необычная, которую она никогда не видела. Я думаю, это было показано как раз тот губок, который было через пять лет. Еще я ему заплачула. Я, естественно, обратила на него внимание. Но в результате я скрыталась от кришнанизма, нашла борьба. Однажды я пошла на историю, и когда стояла уже в полете, прошла на ночи, внутри него сказал мне, скажи о том, что ты потеряешь махаманку. Я на тот момент еще иногда потеряла этих махаманку. Я сказала об этом на русской еде. И батюшка мне сказал, что пешнанизм – это секта, очень опасно, причем я заняла, конечно, не только заходы к петлице. И что я должна разобраться к тебе сначала и сделать выбор, а кришчать мне пока нельзя. Мне, конечно, было шоком, что меня не разрешили кришчалку, потому что все-таки я чувствовала силу в этом танце, хотя я на тот момент не понимала, что он сюда представляет, а что в чаше находятся истинные тела у крови и сухих истинные тела, которые превращаются в них в вина и хлеба. Под видом вина и хлеба мы соединяемся с водом, который готовит во все утробы наших кровь, а мы полностью абсолютно соединяемся с ним. В одной и другой религии вы не найдете такого полного соединения с самим Богом. Насколько Господь любит нас, что Он готов, несмотря на то, что Он такой всемогущий, вести сущий, обладает абсолютной властью. Несмотря на это Он с нами, с нашими пареньями готов соединиться, полностью воединить к пребыванию вместе с нами. Я месяц где-то еще потом раздумывала, что мне делать дальше. И все-таки, слава богу, сделала правильный выбор в пользу кровослазии. Но, после этого, конечно, бесы очень мучили меня во снах. Постоянно мы не являлись в различных образах, то нам нагонялись какие-то быки, тенигры, собаки. Я от них убегала. На меня катились огромные просто камни. Ну, ничего я только не смотрела. Я сидела в различных обличиях. Не только животных, но и страшных. То есть, не хотели они меня отпускать так же, как, естественно, они не хотят отпускать ни одну живую душу человеческую. Они нас ненавидят за то, что мы должны занять их место. Потому что, когда их ангелы попало от Бога, и мы спали не смело, а для таких деток. Господь из-за этого покорил деток, чтобы они восполнили число от наших ангелов. И наша задача, соответственно, стать ангелами уже в верхнем мире. И, соответственно, славить Богом, жить Богом, всегда, так же. Это веки вечное, забывательное. Несколько лаколить его, добиваться, радоваться, видеть, спорить. Да. Еще Господь мне показал несколько знаний, видений. О них, кстати, я вам расскажу. Одно из них – это однажды у меня была сложная жизненная ситуация. И я перед сном помолилась Богу и запросила его, чтобы он указал мне путь. И мне смыться следующее. Огонь. Актер пламя. И звуки вот такие. И клетка, в которой шкаутер справа верхнего глаз, левая и нижняя, получается, в этот план медленно шкаутер. На этом сон закончился, я проснулась. А, нет. Получается, во сне уже я очень испугалась. Мне почему-то показалось, что меня в данный момент хотелось бы опять туда вот это так опустить. И я заманила Бога, что, Боже, пожалуйста, не отказай меня вас. У меня, Боже, каждый день ловится. Да. Вот. После этого сон закончился. И меня проснулась с очень сильным страхом Божиим. Но это и хорошо, потому что, как говорится, начало и мудрости, и страх Божий. Мы должны чётко понимать, что есть ад, что это не будинки. То есть очень молодых детей. У меня одна у меня, очень многих людей. Я вам дам несколько ссылочек. Вы посмотрите. Очень интересное видео. Здесь люди вроде рассказывают о своём опыте пивы ванной в воду. Старая, рассказываю. И мы должны действительно валяться попасть туда, потому что в воду такие муки, которых нет на земле. Самые страшные муки на земле, они не сравнятся, скажем. Даже тени нет от таких, которые там в воду. Это очень страшно. Люди говорят, что страшно даже не столько физически, сколько психологически. Потому что реально вот это, вот этой безускольности, что всё, ты туда попал и тебе не выйти. Потому что муки, как на земле, на земле, всё равно конечны. Когда ты заканчиваешь в воду. И человек, ну что? Ну что? Одно поведение во сне было. Внизу лава, распалённая, огонь. И прямо из этой лавы входит такая огромная, толстая труда железная. И на ней несколько дисков огромных. И на каждом диске груза тел голых. Мужчины или женщины. Вот так вот они все перемешивают жатко. И каждое тело, ну не каждое, но некоторые тела непрестанно кусают весы. Вот такие изображения. Вот так вот. Отрешены в ванне. Как у акулы. И плюс каждое тело, оно приковано цепью к этому диску. То есть и так, в принципе, деваться некуда. Так ещё и каждый этот человек, он прикован с этим. Очень страшная картина. Крови там нет. Потому что крови в аду нет. Крови, в аду нет. Крови, как примерно в жизни, так же, как и воды в аду нет. Вот такое, что мне Господь показал. Но, опять же, для того, чтобы напомнить о том, что Ад он реален, действительно существует. И мы должны жить с заповедями Божьими, соблюдать их, насколько это возможно, как можно чаще их поведать, причащаться, очищать свою душу. Потому что без Бога нам её не очистить. Сколько грехов мы совершаем ежедневно, не в честь. А в таинственной исходе все грехи нам обращаются. Исходы ещё называются таинствующими. Поэтому обязательно нужно прибегать с этим великим таинством. Те части, в которой мы соединяемся с Богом. Включаем Его благодать. Даже принимаем Его Божественные качества. Я очень хотела вам сказать, чтобы вы не спали, дорогие мои. Время близко, поскольку уже очень скоро придает случиться, может быть, детьми. И он не должен найти нас спящим, в каком-то непонятном состоянии. Мы должны быть готовы к Его приходу. Каждый человек может умереть в любую секунду. Как у меня уже зло родственников, умерли просто от установки сердца. Естественно, они даже не подозревали, что они вот в этот день так, не так, не умрут. Естественно, без покаяния, без какой-либо подготовки. Какая-то страшная смерть. Естественно, сейчас такое мирно, когда человек за нам, и работа, и учеба, и много очень информации на нас свалилось, телевидение, интернет. И человек тоже в своей силы не может с этим справиться. Поэтому и доходит до того, что сердце просто останавливается, не выдерживает это нагрузки. Даже не столько физическое, сколько психическое. А если мы входим в храм, чатаем там благодать Божию, берем силы от Бога. Потому что здесь еще нам слабо-мемощное, мы вам даем силы. Только у всевозможного, вездесущего Бога, у которого безграничные источники, любви, благодати, силы, он бесконечно может дарить нам. Только стоит к нему обратиться. Как говорится, когда человек ведет силы, Бог бежит к нему на встречу. Поэтому, пожалуйста, очень прошу вас. Если вы поднимаетесь, последуйте моему примеру. Просто скажите про себя пару раз. «Господи! Приведи меня, Господи! Направь меня на хрустский мир!» И все! Дальше Господь сам все сделает. Он пошлет нужных людей, нужные ситуации. И жизнь человека постепенно изменится. У кого-то зависит, у кого-то за год, это разный срок у каждого человека. Но несеменно, несеменно будут. Потому что человек, он должен помочь. Он не должен, да и не может рассчитывать на свои силы собственные. Как говорят сейчас многие, где нужно верить в себя. Нужно верить в свои силы. Ну и что? Ну, сама у тебя много. Все! Работать ты уже не можешь. Или еще что-нибудь случилось. К сожалению, многим людям нужны какие-то экстренные меры, ситуации жизненные. Только тогда они как-то задумываются и тогда уже обращаются к Высшим силам, к Богу. Но зачем до этого говорить? Как говорится, умные учатся на чужих ошибках. А вы этого не творите. Мне очень хотелось, чтобы мы с Вами были все-таки умными людьми и учились на каких-то примерах других людей. И с наименьшими потерями вошли страшные деньги. Муж мой, он тоже поверил в Бога через необычные случаи. Расскажу вам его. Как-то раз он тоже после посещения 100% в этой, в этой, в этой, в этой, в этой, в этой похожей истории. Он не лежал удобно. Не стал ничего. Вдруг увидел беса. Бес, он был, в общем, такой лохматый, черные такие, зеленые волосы, белая кожа. И я в красные, в нырячие глаза. Он накинулся на него, стал душить. И даже смог сорвать с него на сельный крестик. Какой сильный бед был. И слава Богу, что в тот момент мой муж вспомнил о Господе. И только успел про себя сказать Господу помилу. Он даже вслух не смог этого произнести, потому что его парализовало. У меня тоже такое бывало в основе, когда мне снимутся вес, например. И я хочу его перепистить. И не могу. У меня поднимается рука вот так вот. И все. Вниз она уже не идет. То есть вес он как будто блокирует способность. Даже возьми. Так что, дорогие мои, самое важное – осознать, что мы немощны. Что мы всего лишь творение Божие. Мы никогда не должны ставить себя наравне с Богом. И тем более высшим Богом. Потому что первого человека Бог из чего сделал? Ты уверенный. Просто уверенный. Все равно, что мы бы сейчас взяли и цепили бы из Крустерина человечка, каким-то образом бы оживили его. И понятно, какая была бы разница. Правильная между нами и местными какими-то человечками. Как говорится, человек может познать Бога настолько, насколько горшок может познать горшечника. Ну, вы можете представить, насколько горшок может нас, горшечников, познать. Ну, во сколько. В общем, мы можем только догадываться, можем строить какие-то предположения по поводу сущности Бога и так далее. Но никогда полностью мы не сможем его познать. Но мы будем развиваться, развиваться в благодати. Слава Богу! Всем этого желаю. Всем очень желаю спасения. Упасть в рай. Помните всегда, что Бог любит всех нас. Он отдал себя на подпятие. Такая жертва была кровавая. За каждого, каждого из нас. Поэтому не бойтесь обратиться к Нему. Даже с малейшей пользой не всегда Вас услышит. Желаю полно то, что полезно для Вас. Спасибо Господь. Всего доброго.